Здравствуйте! Новости Дагестана продолжают эфир на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов и короткий анонс. Досталось всем! Сергей Меликов подверг резкой критике глав муниципалитетов и руководителей ряда министерств. Подробности совещания через минуту. Раз живете, надо и платить. Ректор ДГПУ наводит порядок в общежитиях вуза. О каких проблемах идет речь, узнаем в выпуске. Выпускник это звучит гордо. Более 100 студентов ДГИ получили сегодня дипломы об образовании. От Карамана до городского пляжа. Правила безопасности на воде нужно знать и соблюдать. Сотрудники МЧС провели очередной рейд. Глава Дагестана готов увольнять чиновников за плохую работу. На очередном заседании Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Меликов подверг резкой критике глав районов и руководителей ряда министерств и ведомств. В частности, речь шла о проблемах туриндустрии, образования и медицины. Подробности в сюжете Карима Даниева. Досталось всем, кроме Мажонца. А началось все с главы Гунипского района, который, судя по всему, такого и не ожидал вовсе. Видя нарезку ужасов села Гамсутль презентовал сам руководитель Дагестана. Узкие улицы села давно заросли крапивой. Источник воды там же, где и мусорка. А многие заброшенные сакли несут нагрузку общественных туалетов. Именно так, судя по заранее отснятой картине, встречает туристов заброшенный аул. Чиновник, хоть и был застигнут врасплох, все же нашел, что ответить. У нас нет средств, чтобы содержать этот заброшенный аул. Что нам делать, мы не знаем. Меликова такой ответ не устроил. По мнению главы Дагестана, если легализовать доходы местного бизнеса, многие проблемы можно решить. Проводить через кассовые аппараты, потом эти деньги пускать на развитие этой турокурортной точки. Я год назад уже говорил о том, что вы должны привести район в порядок. На заседании оперштаба также обсудили подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Первый вице-премьер Мажонс, умеющий планировать, уверенно доложил о том, что запланировано. Здесь обошлось без замечаний главы. Мы в этом году запланируем достаточно большой объем работ. Это подготовка к зиме. В плане у нас стоит 423 катильные, 20 тепловых пунктов, 319 километров замены тепловых сетей, замены ветки водопроводных сетей 14 тысяч километров, замены ветки конвенционных сетей 1986 и пополнение аварийного запаса на сумму 39 миллионов рублей. Говорили участники заседания и о капитальном ремонте школ. Минобор, конечно, тоже умеет планировать, но не все по графику идет. Где-то успевают, а где-то и нет. Крик помощи профильного министра был адресован главам отстающих муниципалитетов. Учитывая то, что допланируемая дата окончания работ по капитальному ремонту осталось чуть более месяца, просим глав муниципальных образований, особенно тех, по которым наблюдается неуполнение графиков производства работы, усилить контроль за ходом выполнения работы, в свое время начинать претензионную работу в целях решения задач по реализации всех мероприятий регионального проекта модернизации школьных систем образования Республики Дагестан. От объектов образования перешли к проблемным объектам здравоохранения. В Избербаше с 2009 года строят больницу на 300 коек. В 2014 году работы были приостановлены. Сергей Меликов во время недавней рабочей поездки поручил принять меры для завершения строительства. Однако выяснилось, что заявка до сих пор не доведена до Минздрава России. И тут порция критики хватила на всех. И на главу Избербаша, и на Минздрав с Минстроя. Поезжайте в Москву, стучитесь в кабинеты, согласовывайте, я не знаю, с Николаем Николаевичем, согласовывайтесь с Нариманом Ахмудовичем. Упрощайте, а в конце концов скажите, там не будет больницы. Ну откажитесь от этой больницы, давайте там детский дом сделаем. Карим Даниев, Арсен Набиев, новости ННТ, Махачкала. Ректор Дагестанского государственного педагогического университета хочет навести порядок в общежитиях. В конференц-зале вуза прошла встреча руководства учреждением с представителями республиканских СМИ, а также с жильцами проблемных домов. Как отмечает ректор педуниверситета, на сегодняшний день четыре общежития заселены в основном случайными людьми, не имеющими прямого отношения к самому образовательному учреждению. Но несмотря на это, по словам Наримана Асварова, ни о каком выселении людей речи нет. А есть общеизвестная проблема – большие долги за коммунальные услуги, которые приходится оплачивать из бюджета вуза. Я сегодня готов с ними встретиться и с каждым работать. Никого выселять, мы не забираемся. Главная задача – просто установить всех жильцов, которые там проживают. И определить, кто, какой из них, какое отношение имеет к УЗУ. Работник он, бывший работник он или вообще посторонний. В первую очередь. В вторую очередь, чтобы они заплатили те долги, которые за ними образовались. В совокупности около 62 миллиона. Соответственно, индивидуально, по каждому вопросу будем смотреть и принимать решение. А Сваров не принимает решение. Есть ВУЗ, коллектив, комиссия, которая создана для этих целей. Соответственно, я всего лишь хочу просто в этих общежитиях навести порядок, знать, кто все-таки проживает в этих общежитиях. Напомним, ранее анонсировался митинг недовольных жильцов, который должен был состояться около одного из общежитий ВУЗа по улице Гамидова. Однако люди по непонятным причинам не собрались. Цены в республике с начала года выросли на 10,5%. Такие данные приводит Докстат. При этом в июне 2022 года регион достиг снижения темпов инфляции на 2%. В группе продовольственных товаров наибольший рост стоимости в июне наблюдался на яйца, рыбу и морепродукты, хлеб и хлебобулочные изделия. При этом снизились цены на плодоовощную продукцию, сахар-песок, масло-подсолнечное и макаронные изделия. Среди непродовольственных товаров больше всего в прошлом месяце увеличилась цена на бытовую химию, некоторые виды текстиля и обувь. А вот бытовая электроника и медикаменты в среднем подешевели на 1-2%. Еще более 100 специалистов. Дагестанский гуманитарный институт вручил диплом о высшем образовании очередным выпускникам ВУЗа. Торжественная церемония состоялась в историческом парке «Россия. Моя история». Подробности мероприятия в сюжете Саида Меджидова. Учиться и еще раз учиться. Именно этот известный лозунг вдохновлял выпускников Дагестанского гуманитарного института во время трудного, но интересного процесса обучения. Хамза Нурмагомедов, теперь уже выпускник данного ВУЗа и действующий корреспондент телеканала ННТ, об учебе в ДГИ говорит тепло и с благодарностью. Вообще изначально поступая в ДГИ, мое желание было это получить диплом и все. Но в процессе обучения, вообще увидев эту атмосферу, которая там царит, преподавателей, однокурсников, ну как-то вообще захотелось и помимо обучения и обучаться, и как-то быть всегда рядом с ними, именно с этими людьми, которые находятся в процессе обучения. А именно процесс защиты диплома достаточно удачно прошел, вышел, зачитал перед экспертами. Но эта тема была для меня близка, именно дагестанское телевидение, потому что я сам работник телеканала ННТ. И достаточно уверенно получилось выступить и ответить на вопросы экспертов. И уже после того, как узнал оценку отлично, был очень приятно удивлен. ДГИ – это такой добрый ВУЗ, где всегда домашняя атмосфера царит, домашняя обстановка. Но, тем не менее, там требуют, требуют от тебя отдачи, требуют от тебя определенных знаний и навыков. То есть, тебе просто так оценку там не поставят. Дагестанский гуманитарный институт выпустил в этом году более 100 человек по разным специальностям. Сегодня все они получили дипломы об образовании. По словам ректора института, это еще не предел, ВУЗ развивается и повышает планку. Год в год статистика у нас по нарастающим, по количеству выпускников. И традиционно, для того, чтобы это запоминалось, для них, для этих выпускников это значимо. Поэтому мы стараемся, чтобы это происходило в торжественной обстановке. Председатели госкомиссии, которые возглавляли прием, скажем, защиту выпускных квалификационных работ, они отмечают, что каждый год качество выпускников, качество работ, качественная составляющая этих наших выпускников, они отмечают, что она возрастает. И это, я считаю, нормальная тенденция, хорошая, потому что требования к выпускникам по качеству будут оценивать. И мы к этому идем, и мы видим, что это результаты нашего труда. Как молодой ВУЗ, я вижу, что он уже прочно занял свое место, как ВУЗ, который дает высшее образование, который дает государственному образцу диплом и постепенно занимает такие лидирующие места в системе образования. То, что ДГИ сегодня развивается в ногу со временем, говорили и многие выступавшие на торжественной церемонии. Учебный процесс в ВУЗе уникальный, в том плане, что сочетает в себе и светские, и религиозные дисциплины. Мы, можно сказать, чествуем наших выпускников, среди них магистры, бакалавры, сегодня день вручения дипломов. Это показывает, что институт работает, выпускает хорошие кадры, есть уже выстроенная хорошая образовательная программа. И мы знаем, что, как здесь отметили муфти Республики Дагестан, очень пристально и внимательно следит за процессами и тенденцией развития нашего института. Институт себя объединяет в два очень важных фактора. Это светское и теологическое образование. У самих же выпускников в этот день чувства смешанные. С одной стороны, это радость, связанная с завершением учебы. С другой, легкая грусть по студенческим временам, которые уже останутся только в памяти. Больше преобладает радость, наверное, потому что все-таки хочется начать это, ощутить на вкус эту, скажем, взрослую жизнь, скажем так. Я бы посоветовал не терять время зря, пользоваться любыми возможностями, которыми будет предоставлять этот вуз. Их будет много, поверьте мне. И чтобы, скажем так, посвящали себя не только учебной деятельности, но и социальная часть, волонтерство, принимали участие на разных мероприятиях, так как это дает безумный опыт. И, скажем так, это послужит большим толчком для вас, для будущего. Так что не теряйте время зря. Молодому поколению хочу пожелать не терять времени, потому что, знаю, перед нашей молодежью сейчас огромный выбор, огромное количество разных вузов и открываются каждый год. Я, как человек, который много отдал этой сфере, журналистике, телевидению и радио, хочу сказать, что если вы за качественным образованием, если вы хотите чего-то добиться, добиться своих определенных целей в той или иной сфере, то вам в любом случае в ДГИ. Саид Меджидов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Сотрудники МЧС провели рейд по береговой полосе Каспийского моря. Инспекторы обследовали территорию от Карамана до городского пляжа на предмет соблюдения правил безопасности на воде. Во время патрулирования было выявлено несколько нарушений. Самые распространенные – купание в необорудованных местах, использование надувных матрасов в ветреную погоду и частый заплыв отдыхающих за буйки. Уважаемые отдыхающие, соблюдайте меры безопасности на воде. Не заплывайте за буйки, не оставляйте детей без присмотра. Во избежание происшествий на водоемах республики Главное управление МЧС по Дагестану призывает отдыхающих плавать только на организованных пляжах и только в трезвом виде. Не заплывать за буйки, не приближаться к маломерным катерам. Спортивный фестиваль по национальным видам спорта прошел на территории крепости Нарын-Калам. Мероприятие посвящено памяти заслуженного учителя Дагестана Магомеда Айгунова и проводится в республике уже в седьмой раз. Участники состязались в таких дисциплинах, как стрельба из лука, поднятие камня и гири, прыжки в длину с места, перетягивание каната, армрестлинги и борьбе на поясах. Сегодня для меня очень важный день. 13 июля моему отцу исполнилось бы 70 лет. Каждый раз, когда я провожу, все гости и участники подходят, благодарят меня и просят, чтобы я в следующем году тоже дал им возможность, дал, чтобы они могли выступать. Всегда благодарят меня. И я хочу сказать в свою очередь, поблагодарить всех участников, друзей, близких, родственников, которые приехали, поддержали меня и этот турнир. Среди приглашенных гостей были представители власти, общественные деятели, спортсмены и представители духовенства. Безусловно, подобные мероприятия станут причиной не только укрепления, усиления здорового образа жизни, также укрепления наших братских отношений. Очень радостно видеть, что сегодня в такую прекрасную погоду собрались люди и надеемся, что вот так же, несмотря на все сложности и испытания, с которыми сталкивается сегодня наш народ, наша страна, надеемся, что вот так же позитивно мы вместе, дружно, независимо от национальной или конфессиональной принадлежности, будем бороться вместе со всеми этими испытаниями, будем также объединяться. Желаю всем хорошего настроения, мирного неба над головой и чтобы Всевышний был всеми нами доволен. Это все на сегодня, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова